Выросли собственные доходы, увеличиваются объемы реализованной продукции градообразующих предприятий, реализован ряд значимых проектов. В Шумерле подвели итоги социально-экономического развития за первое полугодие. Как меняется жизнь в моногороде и на что необходимо сделать ставку? Подробности в следующем материале. Когда заработает? На пятерином сезоне. Это поздно будет, до этого надо. Пуск аналаки сделают, попробуй девашку. Сделано. Сделано? Сделано. Власти республики и города продолжают поэтапно решать проблемы в сфере ЖКХ. Чтобы сократить долги за потребленные ресурсы, здесь возводят современные котельные, которые работают на природном газе. Экономический эффект по скромным подсчетам превысит 8 миллионов рублей. Жители где-то около полутора тысяч человек. Это 600 квартир. Сколько прошло где-то годня на 36 миллионов 785 тысяч рублей. Сразу три блочно-модульные котельные обеспечат горячей водой и теплом 17 жилых домов, магазин и техникум. Всего же до конца года планируют возвести 6 таких объектов. На реализацию проекта из регионального бюджета выделено свыше 150 миллионов рублей. Но дело того стоит. Если все пойдет по плану, то город в ближайшее время сократит долги за газ. Сейчас они превышают 180 миллионов. 15 котельные, вот он приносит в отопительный период, в декабрь, в февраль, в самые холодные месяца, порядка 3 до 5 миллионов минус. Экономия получается по 30 кубов гигакалорий. Если газ 6 рублей, то 80 рублей. 200 рублей можно сэкономить. Подготовка к отопительному сезону – одна из ключевых тем встречи с активом муниципалитета. Работы ведутся по графику, отмечает глава администрации. Сейчас в городе продолжают менять аварийные участки теплотрассы и устаревшие котлы. Еще одной больной темой сити-менеджер называет отсутствие платежной дисциплины. Неэффективно работающие котельные, ветхая система сетей теплоснабжения, несовременные оплаты потребителями ресурсов – все это составляющие, которые ежегодно приводят к росту долгов. И здесь важное значение для города – иметь строительство шести новых блочно-модульных котельных. Данными котельными будут отапливаться 156 многоквартирных домов, 9 детских садов и школы. Это практически две трети города. Не обошли стороной и проблему задолженности за аренду муниципального имущества. Бюджет недополучил свыше 9 миллионов рублей. Глава республики потребовал решить этот вопрос в сжатые сроки. За неприятие мер, есть такое ключевое слово, бездействие называют. Действие вы оформили в муниципальную собственность. И за бездействие теперь не взыскиваете. Это коррупционное проявление. В отдельных муниципальных образованиях ни одного рубля, долго нет. Не только ни одного, миллиона, значит, и так далее. Власти города решают и вопрос стремительного обмеления протоки Сурыя. От этого может ухудшиться качество питьевой воды. Необходимы дноуглубительные работы. Из бюджета на эти цели направят 40 миллионов рублей. В летнее время, также зимой, вы знаете, сейчас 15 сантиметров всего составляет уровень, при необходимых двух метрах. Существенные суммы из бюджета республики город получает и на ремонт социальных объектов. Чтобы привести в порядок здание школы номер один, пришлось заменить канализацию, водопровод и систему электричества. Сейчас строители укрепляют фундамент и прокладывают дренажные трубы. К новому учебному году здесь отремонтируют столовую, пищеблок, спортивные и актовые залы. Приемка работ намечена на 25 августа. Благоустраивать школу помогают добровольно и родители учеников. Низкий вам поклон за ваш такой ответственный подход. Ради своих детей мы все готовы сделать. У нас так все чисто, тут стало, красиво, дети с удовольствием приходят в школу. Также в рамках этого контракта еще делаем ремонтные работы в подсобных помещениях внизу. В городе продолжается ремонт дорог. В рамках федеральной программы благоустраивают местный парк культуры и отдыха. В муниципалитете наметился и спрос на новые квартиры. За первые полгода Шумерля вышла на второе место по темпам водожилья. Приоритеты Михаил Игнатьев обозначил на рабочей встрече с городскими властями. Главные задачи на ближайшие годы – ремонт дворов, реализация приоритетных проектов и увеличение доходов бюджета. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.